Если к вам неожиданно должны нагрянуть гости, а у вас нет ничего сладкого к чаю, то такой рецепт кекса вас обязательно выручит, он пригодится и тем, кто не может проводить много время у плиты. Творожные кексы пользуются своей популярностью, так как всегда получаются вкусными, главное, это следовать рецепту, из которого и можно узнать, как приготовить быстрый творожный кекс, процесс не отнимет у вас много времени, а результат обязательно порадует. Досмотри шингвида и я предложу записать список ингредиентов. Достаньте масло из холодильника, дайте ему время постоять, чтобы оно размягчилось, затем выложите его в миску и добавьте сахар, при помощи вилки или венчика разотрите сахар со сливочным маслом. Творог желательно тщательно перетереть через сито, чтобы не осталось комочков, он должен быть не сухим, с хорошим процентом содержания жира. Соедините творог с масляно-сахарной смесью, взбейте. Теперь вбейте ко всем ингредиентам сырые куриные яйца, еще раз взбейте миксером, с насадкой-венчиком, на высокой скорости до однородного состояния, должна появиться небольшая пена. Муку дважды просейте через сито и соедините с разрыхлителем, который можно заменить гашеной содой, вводите муку по столовой ложке к остальным ингредиентам, не переставая взбивать их миксером, тесто должно получиться по консистенции, как сметана. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Изюм промойте и положите в пиолочку, закипятите воду, залейте ею изюм так, чтобы та полностью покрывала его, дайте ему набухнуть, слейте воду. Выложите изюм в тесто, тщательно все перемешайте, застелите пергаментом для запекания форму для кекса, выложите в нее тесто, запекайте блюдо в духовке при 200 градусах 50 минут, подавайте, присыпав сахарной пустой. Вкусняшки, подписавшимся. Теперь, о составе нашего блюда. Мюка пшеничная, 150 грамм, масло сливочное, 75 грамм, сахар, 165 грамм, творог, 130 грамм, яйцо куриное, 2 штуки, разрыхлитель теста, половина чайных ложки, количество порций, 1-2. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Всем пока.